Что общего у Пушкина и Грибоедова? До вчерашнего дня было только одно, и того и другого зовут Александр Сергеевич. В остальном это были два разных персонажа. Все-таки Пушкин активный участник, как вы знаете, нынешних военных действий. Его портреты россияне закрывали свои преступления в Мариуполе, повесили огромный портрет Пушкина на разрушенном здании театра. Его портреты развесили россияне по всем пыточным Херсона и по улицам Херсона тоже. А Грибоедова не использовали никак, как будто стеснялись. Грибоедов, дескать, не русский поэт, все-таки убили его в Иране, как бы что-то в этом было нехорошее. И вот вчера произошло событие, которое соединило воедино эти два имени, Пушкин и Грибоедов. Случилось оно в Москве. Казалось бы, какое отношение это имеет к нашей войне, но я вам сейчас расскажу. И с войной оно напрямую связано, и, конечно же, без котов не обошлось. В Москве сгорел ресторан Пушкин. Уточню, не совсем сгорел, сгорело здание, в котором находится ресторан Пушкин, сами интерьеры ресторана не пострадали, горел соседний ресторан в том же здании. И это здание, оно непростое. Ну и ресторан, формально говоря, называется кафе Пушкин. Ресторан кафе Пушкин. Это чтобы вы потом не придирались. Я должен рассказать вам историю этого ресторана, для тех, кто в нем никогда не был, для тех, кто не знает, что это за злачное заведение. Находится в самом центре Москвы, на Тверской, то есть главной улице города, прямо совсем недалеко Кремль. И вот вам ресторан Пушкин. И построено оно, но ровесник Путина. Этот ресторан ровесник Путина. Открыли его в 1999 году, ровно тогда, когда Путин пришел к власти. Ресторан Пушкин стал символом, конечно же, путинской России, точнее даже путинской Москвы. Я помню, как в 2000 году я приехал в Москву, и меня мои московские друзья повели в этот самый ресторан-кафе Пушкин. Наверняка, кто из вас был, тот знает, что ты идешь завтракать. Принцип в чем? В кафе Пушкин принято было завтракать. Ты завтракаешь, приходишь, заказываешь какие-то банальные блины с черной икрой, пол-литра водочки. И обязательно по правую руку за столиком сидит вся мэрия Москвы, по левую руку бывшая сборная СССР по хоккею, там Третьяк, Фетисов. Ну а сзади, как правило, какие-нибудь новориши типа Константина Эрнста. А почему Константина Эрнста? Потому что он является владельцем этого ресторана. Так мне сказали еще в 2000 году, когда это было все секретом большим. А потом выяснилось, что это все не секрет, что все это правда. И официально он перевел свои акции на себя, переписал только, по-моему, года два назад. Прямо перед войной. Я понимаю, что там у него есть партнер-ресторатор, но понятно, что Константин Эрнст владелец этого ресторана. И так, заметьте символизм. Главная улица Москвы, в общем-то главная улица России. Пушкин, главный поэт России. Эрнст, главный гебельс-пропагандист России. Открылись в 99-м году вместе с Путиным. То есть это символ Путинской Российской Федерации. Там собиралась вся путинская элита позавтракать черной икоркой. Вот вчера это сгорело. И что мне это напомнило? Какой сюжет? Какой сюжет всплыл у меня в голове? Ну, конечно, конечно. Конечно, гибель Грибоедова. Нет, не в смысле того Грибоедова, которого убили в Иране. А гибель ресторана Грибоедов, ресторана Домописателей Грибоедов у Гулгакова в Мастер и Маргарите. Как погиб ресторан Грибоедов знаменитый, который возглавлял Арчибальдович знаменитый пират. Туда пришли кот Бегемот и Коровьев со своим Примусом. Как вы помните, кот просто подчинял Примус и никого не трогал. А когда агенты НКВД приехали их арестовывать, то они попали пулей в Примус. Потому что пули не брали, кота Бегемота и Коровьева. А вот Примус пули вполне взяли. И все это загорелось. Загорелся Грибоедов и весь сгорел. И это было уже скорее концом погромов, учененных группой Воланда в Москве, согласно мастеру Маргарите Киев-Лянину и Улгакова. Понимаете, как все пересекается. То есть это был уже угар визита Воланда в Москву. Вот и сейчас, мне кажется, настал момент, когда уже угар визита бесов и сатаны в Москву. А были ли уже, ну если это последний этап, когда уже сгорает Грибоедов, то это же в нынешнем мире Пушкин. Кстати, что забавно, я вам скажу. Вот сейчас в Москве пытаются разобраться, почему, собственно, загорелся ресторан Пушкин. И никто не понимает. То есть это очень похоже на поджог. Не было причин вот так ярко полихать в зданию в центре Москвы. До сих пор непонятно, что там случилось. Здание новое. Это фальшивое, фейковое здание. То есть это не старинное здание. Это новое здание, построенное в 1999 году специально ради этого ресторана. Как вся фейковая Москва, как вся фейковая Россия. Выдавали за старое. Но было оно абсолютно новым. Еще раз говорю, что у Булгакова это последний этап разгрома московской писательской тусовки. А начинался разгром, как вы помните, с Варьете. Варьете, сеанс Варьете, на который тоже пришел Волан. Сеанс черной магии с последующим разоблачением. Вот мне кажется, что то, что мы наблюдали под названием «Мятеж Пригожина», это и был сеанс черной магии с последующим разоблачением. Там периодически говорили, ну-ка, ну-ка, а вы сдавайте валюту. Хорошо, это было во сне, но какая разница в книге Булгакова. Или вот у этого спрятаны золотые червонцы. И действительно находились слитки золота у Пригожина. Вот, а еще что там было. Рассказывали про то, как «Квартирный вопрос» кого испортил. В общем, все рассказы про современную Россию. Весь символизм, мне кажется, там был. И персонажи все были. И кот-бегемот глумился над москвичами. И Пригожин также глумился над российской властью. И Лукашенко в роли, не знаю даже кого, Азазела, наверное, появлялся на сцене. Поэтому все вот эти московские погромы сейчас достигли апогея с тем, что сгорело кафе «Ушкин». И нет другого пути теперь, кроме как к окончанию этой знаменитой книги. Мне кажется, рано мы поспешили в Киеве. Тут некоторые говорят, нет, надо, значит, Булгакова с улицы убирать. Еще Булгаков победит. Таки Москву сожжет ее, как сжег он всю эту тусовку в своей книге «Мастер и Маргарита». Ну и как сказал бы в такой ситуации кот-бегемот. А вы, товарищи, если хотите и в дальнейшем получать такие замечательные известия, такие замечательные истории из истории Москвы, подписывайтесь, сказал бы Бегемот, на канал Шатальман. Подписывайтесь, товарищи, подписывайтесь, не задерживайтесь. Вставайте в очередь, подписывайтесь на канал Шатальман. Особенно, если вы смотрите, о, и он пришел, кот-бегемот, когда я его стал цитировать, тут же пришел и доказал, что действительно подписываться нужно на канал Шатальман. Особенно, если вы смотрите это на другом канале. Потому что, если вы подпишетесь на канал Шатальман, вы будете первыми видеть все это, поставите колокольчик, не будете ждать, пока эта новость появится на других каналах. Итак, верю, верю, что кафе Пушкин символизирует пожар в кафе-ресторане Пушкин в Москве, символизирует все-таки окончание путинского режима, и все уже близится. И это не закончится отнюдь тем, что он не заслужил свет, он заслужил покой. Это явно не про Путина. Про кого это окажется? Ну, может быть, максимум про Лукашенко. Но посмотрим. Вот такая у нас прошла неделька. А теперь мы будем ее обзирать в нашем обзоре недели. Вы узнаете, что бывает, если ты работаешь уборщицей у Фридмана. Вы узнаете, какие замечательные боеприпасы скоро прибудут к нам на фронт. И какая будет польза у нас от этого на фронте. Вообще, как дела на фронте, я вам расскажу. И как дела у Пригожина. Мы тоже как бы мимо не пройдем, потому что, на самом деле, похоже, Пригожин не выбыл из борьбы. И все самые интересные события вокруг Пригожина еще впереди. Ну и развею очередные слухи. Я же обещал связь с черной магией с последующим разоблачением. Будет разоблачение фальшивых переговоров, которые якобы Россия вела с Соединенными Штатами в Америке. Бегемот не даст соврать. Я специально дождался, пока он свалил. Напомню, что там, в Ариете, помните, что сделал ход Бегемот с Жоржем Бенгальским, с конферансье? Просто оторвал ему голову. И потом Бенгальскому голову вернули, но он ходил, попал в психушку. Короче, если уж Бегемот сказал подписывайтесь, я вам говорю, просто перейдите сейчас по ссылке, подпишитесь на канал Штельман. Нам нужно на этой неделе получить 200 тысяч подписчиков. Дважды серебряная кнопка. Простите, что начал я на этой неделе выпуск Штельман за неделю от 7 июля с таких более-менее разных развеселых новостей. Ну уж больно такая была. Неделя длинная, тяжелая. Хочется немного к концу. Я, короче, более серьезные, более важные новости про вооружение, про фронт. Они, безусловно, более важны. Я их в середине, в конце. А сейчас не могу не поглумиться еще над одним персонажем из «Россиян». Он нам много давал поводов на этой неделе о нем поговорить. В прошлом российский олигарх, а ныне лондонский лишенец Михаил Фридман. Как вы знаете, на этой неделе выступал его какой-то там поверенный, что ли, и обращался с просьбой срочно снимать санкции, потому что человеку причинены неимоверные страдания, его жизнь разрушена. Но мы помним, что Михаил Фридман, проживающий в Лондоне, российский олигарх и финансист путинского режима, он ведь в свое время год назад давал интервью сразу после того, как ввели санкции, что он лишен уборщицы, жизнь у него потеряла смысл, он чувствует себя в плену. Но сегодня всплыли абсолютно новые подробности именно насчет уборщицы. Прямо вот эта уборщица, о ней теперь все стало известно. Итак, Блумберг, известный телеканал, сообщил о блокировке счетов прислуги дома Фридмана в Лондоне. Британия заблокировала счета управляющего и прислуги Фридмана. Управляющий поместь Фридмана, он из Литвы, а также родившаяся в Украине домработница, не имеют доступа к своим счетам в британских банках. Хотя Лондон не вводил против них санкции. То есть, по идее, мы сейчас должны как бы начать, видимо, сопереживать, но откуда бы такие сведения взялись у Блумберга. Что-то мне кажется, что все тот же адвокат Фридмана туда срочно сообщил, что вот так вот издевается буквально британское правительство над уборщицей дома Фридмана. Все, как обещала Симоньян, правильно, что санкции введут против дворника в Кремле и отвезут его в ГАА. Все, на первый взгляд, выглядит абсолютно так. Но давайте погрузимся, к сожалению, в подробности этого дела. Итак, управляющий дома Фридмана в Лондоне, литовец Нериус Кускис, а также другой домашний персонал из Украины, Литвы, Молдавии и Польши, пострадали от британских ограничений. Одной из пострадавших из-за санкции против Фридмана стала домработница Екатерина Жукова, которая родилась в Черновцах в Украине, но имеет румынский паспорт. То есть, начнем с первого подлога, да. Человек в Украине, в смысле, родилась она в Украине. Она гражданка румыния. То есть, если и есть против нее что-то, если и заблокировали ей счета, то счета заблокированы, ну никак не из-за того, что она родилась в Украине, а из-за того, что она гражданка румыния. Ее счет в банке HSBC заморожен с февраля этого года. Как и ее муж. Причины банк не объяснил. Издевался банк. Видимо специально отлавливает гражданок Румынии, которые убираются в доме Фрид. Причины банк не объяснил. В офисе говорили, что не знают, почему счета заморожены. При этом HSBC напоминает ей гражданке Жуковой о необходимости погасить кредит в 700 фунтов, но отказывается перенести на него деньги с замороженного счета. Ага, заморожен счет, значит, с него оплатить кредит в 700 фунтов нельзя, а к Жуковой предъявляют претензии. Тут продолжаем. Кажется, все ужасно, правильно? HSBC просто объявил охоту на уборщицу Фрид. Но тут мы выясняем, что не совсем все так. Она добавила, что продолжила работать после введения против Фридмана британских санкций, поскольку ожидала, что британские власти быстро одобрят использование замороженных средств бизнесмена для оплаты расходов на дом. При этом сам бизнесмен сказал сотрудникам, что поймет, если они уволятся. Ага, то есть, значит, уборщица Жукова, с румынского гражданства, почему-то, значит, у нее есть мнение по поводу того, как именно будет действовать Министерство финансов и Министерство юстиции Великобритании в отношении российских олигархов. У нее сформировалось мнение. Ну, возможно, это ее политические советники или юридические советники уборщицы Жуковой посчитали, что именно, значит, со счетов Фридмана можно будет оплачивать услуги уборщицы Жуковой. Или же это такое давление на власти Великобритании через Блумберг со стороны уборщицы Жуковой, что посмотрите на мою несчастную судьбу. Я продолжал убирать у Фридмана, потому что, вы же понимаете, вы сами поставили его в безвыходное положение. Этот замечательный золотой человек сказал мне, он поймет, если я уволюсь, но я продолжал убирать в расчете на некую разумную политику фискальных властей Великобритании. Но они мне так и не перевелись в инсобфункт. Странная история, но у нее есть развитие в этой истории, все на этом совершенно не заканчивается. Упомянутый уже мной Кускис, гражданин Литвы, и он же управляющий самым домом Фридмана, рассказал агентству Блумберг, что в декабре, когда в поместье прибыли сотрудники британского национального агента по борьбе с преступностью, то есть, заметьте, в поместье пришли агенты Британии по борьбе с преступностью, видимо, с обыском, с проверкой, я не знаю. Явно, что они пытались проверить, соблюдает ли Фридман, зачем они еще пришли. У Фридмана одна проблема, против него есть санкции. Соответственно, наверное, сотрудники британского национального агента по борьбе с преступностью, НСА, пришли проверить, соблюдает ли Фридман санкции. Так вот, господин Кузкис, вот этот литовский, достал свои наличные деньги, свои личные наличные деньги, которые снял из-за закрытия счета банком Барклайс, свои личные деньги, положил в пакет, то есть, ну, в пакет, денег, видимо, было немало, и отдал на хранение охраннику этого санкции, поместья, уроженцу Польши. Управляющий также сообщил, что помог прибывшим в дом силовикам открыть все сейфы, после чего они забрали документы и технику. Блумберг также сообщил, что НСА позднее признал ордер на обыск дома недействительным. Спустя три недели после обыска британские полицейские задержали уже Кузкиса, вот этого литовского управляющего, и достали его на допрос, а спустя 12 часов опустили под залог. Никаких обвинений ему не предъявили. Управляющий рассказал, что при содержании у управляющего изъяли компьютер, MacBook, два планшета и телефон, и их так и не вернули. Итак, некий управляющий в поместье прячет какие-то пакеты с наличными деньгами в момент, когда к нему приходят в поместье проверка из НСА, из Национального агенста по борьбе с преступностью. Он что, боялся, что британское национальное агенство по борьбе с преступностью отберет у него его законные нажитые, так сказать, зарплату? В смысле, что его пришло грабить Национальное британское агенство по борьбе с преступностью? Что он решил у охранника спрятать? Причем у охранника не отберут, а у него, у управляющего, отберут. В этом вопрос состоял. Снова странная история. Какие подозрения в этот момент всплывают? Давайте догадаемся. Ну откуда? Давайте так, просто простая логика. Я не буду давать ответов, вы сами ответите, а я только буду задавать вопросы. Представьте себе, что есть дом, в котором живет один из самых богатых людей России, который находится под санкцией, которому нельзя держать наличные деньги. Представили? И который жаловался, что ему нечем заплатить в ресторане, потому что все счета заблокированы. Ставили? А в это время у управляющего дома, то есть у мажор дома, почему-то оказывается пакет с деньгами, который он прячет от британской полиции. Чьи бы это могли быть деньги, интересно? Да, прячет он их у польского охранника. Может, это деньги польского охранника? Может, это деньги самого управляющего? Он прячет их от полиции? Зачем? Почему его тогда вызывают на допрос? Вот так вот, никаких ответов я вам не дам, потому что пусть ответы дает британская полиция. Ведь она, наверное, что-нибудь знает. Но всегда приятно узнать, что когда у человека отобрали уборщицу, причинили ему тем самым огромные страдания, что потом уборщица все-таки не бросила человека, а просто бесплатно убираются у него уже целый год. Просто по доброте, душевной. Вот такие страдания юного Фридмана осветил я вам, чтобы немножко повеселить вас в конце недели. Ну и теперь к более серьезным вопросам, конечно, фронт. Что у нас за неделю на фронте? Во-первых, вчера, в четверг, поздно вечером. Где-то это было шва сколько? Наверное, в полодиннадцатого вечера. Может, даже позже или в полдвенадцатого уж не вспомнил. Короче, у меня вчера было ощущение, что фронт, он проходит прямо мимо моего дома. Хотя на самом деле оказалось, что это грозовой фронт. Кто же мог подумать? Не знаю, как у вас, уважаемые жители Киева, жители других городов Украины, но у меня вчера за окном шандарахало так, что мой глухой кот подпрыгивал во сне. И сияло за окном ровно так, как когда мы сбили шесть кинжалов. Просто я понял, что еще шесть кинжалов прилетели, только как-то неожиданно, потому что, видимо, не было воздушной тревоги. Честно, я не мог поверить, что это просто гроза. Не мог поверить. Ощущение было именно и взлетающих патриотов, и сбитых кинжалов очередных, и падающих обломков. Все грохотало. В общем, у меня реально вчера была паника больше, чем когда настоящие кинжалы сбили. То есть на пол я прямо прилег вчера. Не знаю, как вы, напишите в комментариях. Мне интересно, что у вас вчера происходило. В общем, это оказался всего лишь грозовой фронт. Да, но долбило нас не по-детски. Ну, а на настоящем фронте всю неделю, надо вас в каком-то смысле успокоить, в общем, у нас в целом-то все нормально. И нам это подтверждает все наше военное командование. Зеленский подтверждает, что наступление идет успешно. Сегодня сообщили об очередном продвижении на Бахмутском направлении. Вообще говоря, есть условно, очень примитивно скажу, прощаю в сто раз, чем надо. Но есть, грубо говоря, три направления, на двух из которых мы наступаем, а на одном мы сдерживаем наступление противника. Мы наступаем на Запорожском направлении, мы наступаем там, где Бахмут, и сдерживаем противника на тоже на восточном направлении. Вот сдерживали мы успешно, об этом все доказательства есть у всех, все сходятся во мнении, что мы успешно сдержали атаки россиян там, где они сосредоточили очень большой пилот. И в это же время мы на юге заставили их ввести в бой уже последние резервы, по-настоящему последние. То есть близки мы к прорыву фронта на юге. Не врал нам Арестович, что 2-3 недели, когда он это говорил, меньше недели назад. И на востоке мы действительно взяли господствующие высоты над Клещеевкой, то есть мы уже взяли под огневой контроль Бахмут, и действительно в ближайшие опять-таки, не знаю сколько времени, но весьма вероятно, что мы услышим о том, что оказывается Бахмут был никому не нужен в России, что брали его по ошибке, что это, кстати, обвинят, наверное, Пригожина, что это он зачем-то стал брать никому не нужный Бахмут. Ну в чем-то же надо его обвинять? Только же в том, что у него накители неправильные ордена. Ну и в том, что он, видимо, зря вообще положил столько замечательных русских жизней и замечательных русских парней из разных тюрем, насильников, убийц, мошенников, наркоманов, торговцев с наркотиками имеется в виду. Не зря же он положил столько жизней, то есть, вернее, наоборот, зря он положил столько жизней этих замечательных людей на взятие Бахмута, скажут российской армии, когда ей придется из Бахмута свои войска выводить. Вот такое пока положение дел на фронте. Но, как говорится, грядут перемены. О них сейчас больше подробностей я вам расскажу. Похоже, в ближайшее время в следующем пакете помощи мы наконец-таки получим кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. Об этом уже идет речь во всяких разных газетах, в том числе «Вашингтон-Пост». Все источники близкие к Байдену. Все это в руках Байдена, конечно, решение. Но, похоже, склоняется он к этому решению. Склонил его, в том числе, президент Зеленский. Президент Зеленский объяснил, для чего нам так нужны эти самые кассетные боеприпасы. С чем мы столкнулись на Запорожском фронте? Что там успели окопаться, конечно, россияне. Наверняка вы видели, многие из вас видели, по крайней мере, эти видео, где россияне засели в таких дырах, в таких норах, что ли. Туда посажают каких-то зэков в эти норы. И нашим приходится очень трудно их выкуривать буквально по одному, каждому россиянину оттуда, чтобы прикончить его. Ну вот, или же взять в плен. И это все долгая, кропотливая работа, к тому же стоящая часто жизни нашим защитникам. Конечно, удобнее было бы накрывать целыми квадратами, кассетными боеприпасами. И один такой кассетный боеприпас содержит в себе, но тот, о котором сейчас идет речь, содержит в себе, там, 250 элементов поражающих различных, 250 штук поражающих элементов. И покрывает, грубо говоря, территорию размером с футбольное поле. То есть выстрелили, вот на территории размером с футбольное поле поражен личный состав противника. И поражена военная техника. Тоже, кстати, много. Я не знаю, пробивает ли оно там танк, но оно много чего пробивает. Вот такие боеприпасы нам сейчас пока еще не обещали, но это решение может быть прямо сегодня даже. Сегодня, в пятницу, 7 июля, мы ждем подобного решения. Ну, либо в ближайшие дни, потому что есть некоторые сомнения, в каком смысле. Расскажу, в чем они. В том, что Байден собирается на саммит НАТО на следующей неделе, а в большинстве стран НАТО запрещены эти кассетные боеприпасы. Есть конвенция о запрете кассетных боеприпасов. Но ее не все подписали. Ее не подписали, например, три очень интересные страны. США, Россия и Украина. Поэтому США имеет право передавать России кассетные боеприпасы, Украина имеет право их применять. Россия, к сожалению, во время этой войны уже применяла кассетные боеприпасы. Это если вы услышите разговоры, что ай-яй-яй, не гуманное оружие, против нас Россия уже применяла кассетные боеприпасы. Значит, уже в 10 регионах Украины Россияне применили кассетные боеприпасы в 10 из 26 регионов. Значит, от кассетных боеприпасов россиян пострадало 689 мирных жителей. В частности, знаменитый обстрел вокзала в Краматорске, когда погибли 58 человек и ранены были более 100, это был кассетный боеприпас, выпущенный россиянами в ракете Точка-О. Они туда заложили этот самый кассетный боеприпас. Значит, кассетный боеприпас. Грубо говоря, коробка с взрывными устройствами внутри. Коробка грохнулась, из нее все это разлетелось и стало везде взрываться. Вот такая примерно идея этого использования кассетных боеприпасов. То есть, стреляем одной коробкой, а не одним снарядом. Целую коробку прилетело, бум, разлетелось, убило кучу людей. Только россияне это используют против гражданского населения. Россияне это используют против гражданского населения. Сейчас, да, Украина, кстати, тоже использовала кассетные боеприпасы. На этой войне просто мало было у нас кассетных боеприпасов, с советских времен нам доставшиеся. Но их было мало. Они и кончились. А сейчас они нужны, потому что, чтобы освобождать территорию Украины в Запорожской области от вот этих засевших в разных дырах оккупантов, нужно их оттуда выбивать вот этими вот кассетными боеприпасами, что сэкономит огромное количество украинских жизней. Очень важно. Какие есть против этого возражения и у кого? Итак, Соединенные Штаты Америки опасались вот именно из-за того, что есть же конвенция и так далее, не гуманно. И сейчас россияне задействуют все, что могут, чтобы остановить поставку нам кассетных боеприпасов. В частности, сегодня агентство международное, по-моему, это было, господи, только бы не соврать, сейчас подумаю. Human Rights Watch, правда, да? Ого, да простят меня агентство, если я неправильно его назвал. В общем, одно из международных агентств защиты прав человека заявило, что прям нельзя Украине давать такое оружие, ведь Украина очень не гуманно где-то там с кем-то как-то поступает. Не помню, где и как, и с кем, но где-то прям не гуманно. То есть Россия использовала это все против мирного населения. Это агентство про это ничего не говорит вообще. Ничего. Кстати, пожилым кварталом Харькова тоже били именно кассетными боеприпасами россияне, и там сотни убитых. И вот это агентство про это молчит, а Украине, дескать, не давайте, потому что вы же сами понимаете не гуманное оружие. Значит, в боеприпасах кассетных российского производства в чем проблема в том числе этой самой гуманной? Ну, если ты не применяешь, как открытый, если ты не Россия, то есть Россия террористическое государство, их цель убивать, просто убивать украинцев, просто устроить геноцид. Тут все понятно. Но даже и почему они запрещены, эти кассетные боеприпасы, потому что даже если ты употребляешь только против военных, то есть часть вот этих штуковин, которые не взрываются. И получается, что это как неразорвавшиеся снаряды, и потом кто-то может взять в руку, там, ну, мирное население уже может пострадать потом, после войны имеется. Но есть нюанс. В российских кассетных боеприпасах, вот этих устаревших, не взрывается 40%. То есть разлетаются эти шарики, из них 40% не взрывается. В современных американских не взрывается 2%. И это тот уникальный случай, когда россияне, ну, когда, извините, наоборот, американцы, готовы нам давать не устаревшее вооружение, не то, что мы вам новое не дадим, а то там секретные технологии, а наоборот, они готовы нам дать самые современные кассетные боеприпасы. Почему? Потому что меньше ущерб для мирного населения. Так что если мы их получим, таки сегодня, или в понедельник, или на следующей неделе, или может быть после саммита НАТО, может быть, поэтому все-таки решатый взрыв после саммита НАТО, то мы получим самую новую версию. Надеюсь, что это ускорит, значительно ускорит, конечно, наше наступление на Южном фронте. Так что давайте держать пальцы, чтобы Байдер перестал бояться уже, чтобы видят то, что в России, в общем, от России-то уже мало что осталось, чтобы он поскорее дал нам кассетные боеприпасы, ну и, конечно, в голове держим атакамсы, за них мы тоже очень сильно переживаем. Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина. И если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее. Вы наверняка думаете, что это Зеленский объясняет свое поведение в Болгарии, как он вел себя с президентом этой самой страны на переговорах публично под камерой. Но нет, нет. Это на самом деле заявление Китана Санауседы, президента Литвы, который накануне саммита НАТО сообщает, что не исключает возможности того, что он наложит вето на декларацию вильнюсского саммита НАТО, если ему что-то не понравится, если он посчитает, что это не в интересах Литвы. То есть, напомню, Китана Санауседа говорит, что не нужно вестись согласно установленным правилам хорошего тона совершенно необязательно. Иногда этикет нужно нарушать, если это не соответствует интересам твоей страны, то, что происходит. У кого же, интересно, сдержанный такой человек северный, как Китана Санауседа, научился такому нарушать этикет, чтобы отстоять интересы своей страны? Вот тут, мне кажется, научился, конечно, плохому его научил президент Зеленский. Плохому, конечно, в кавычках. Президент Зеленский, человек, который внес свежую струю буквально в мировую дипломатию, в ее традиции, он так и начал с самого начала войны, Зеленский начал вести себя вне рамок так называемых приличий. Потому что, когда ты на войне, когда вокруг, когда у тебя совершаются бесконечные покушения, то, что происходило с Зеленским, когда реально враг уже стоит у ворот твоей администрации, у ворот твоей столицы, то тебе вообще не на политкорректности совершенно тебе на нее класть с прибором. И тогда Зеленский, например, как вы помните, отказался пригласить в Киев и пустить в Киев президента Германии. Я тогда испугался, думаю, блин, мы же сейчас с Германией испортим отношения, нам ничего не дадут. Умылись немцы. И президент Германии извинился за свое поведение перед Украиной. И тогда его уже позвали. Сказали, извиняйтесь, пересмотрели, молодцы, приезжайте. И с тех пор Зеленский вот так же ведет себя не политкорректно абсолютно, не в рамках каких-то там, как это называется, этикета или хорошего тона по отношению к западным политикам, потому что у него есть для этого серьезная причина. Вот это безумная агрессия Российской Федерации. И вот вчера в четверг проходила встреча президента Зеленского с президентом Болгарии. А в Болгарии страна какая, значит, чтобы вы понимали, примерно половина населения Болгарии вообще не верит, что Россия напала на Украину. По их мнению, все не так однозначно. Но вы же знаете, болгарский слон всегда был младшим братом русского, знаменитого российского слона. Советского, точнее, слона. Поэтому Болгарию называли 16-й республик, курица не птица Болгарии не за границей. Вот половина населения Болгарии не верит, что Россия напала на Украину. Где-то треть, по-моему, всего лишь, а может даже меньше, поддерживает передачу Болгарии вооружения Украины. Болгария передает вооружение Украины, потому что правительство Болгарии прозападное абсолютно и проукраинское. А вот президент у них пророссийский. И на встрече с Зеленским президент Болгарии стал рассказывать, что оказывается поставлять оружие Украине это неправильный путь, потому что это ведет к эскалации, а на самом деле нужно мирным путем решать, договаривать с Россией и называл нашу войну конфликтом. А Зеленский не стал молчать, не стал проявлять себя никакие там политкорректные все вот это. Нет, товарищ президент, это война, это раз. Второе, а вы что, если бы на Болгарию кто-то напал, отдали бы кому-нибудь часть территории Болгарии и подарили бы, как вы хотите от нас сейчас, как россияне от нас хотят. Браво Зеленский, в очередной раз, по-моему, Зеленский внес свежую еще одну струйку, свежую в мировую дипломатию. Я надеюсь, что в следующий раз, когда какого-нибудь Лаврова, не дай бог, снова пустят в ООН, то и там представители и западных стран, да и других стран не будут молчать, когда какой-нибудь Лавров или очередной другое там российское рыло будет задвигать истории о том, что они никого не нападали, что это все Украина сама, что они только защищаются, хотят закончить мирным путем и так далее. И тоже найдутся люди в ООН, которые также будут прямы настолько же, насколько Зеленский. И что вот эта традиция Зеленского распространится, как вы видите, уже распространилась на Литву и постепенно распространится на весь западный мир, который перестанет быть вот этим всем таким воспитанным, всем таким, ну что же мы же не можем, мы же дипломаты, мы же не можем публично говорить правду. Можем, как выяснилось, вот же можно, оказывается, говорить правду в лицо. Когда после этого Зеленский поехал в Чехию, там уже президент Чехии Петр Павел, он уже как бы сразу понял, что сейчас можно получить по наглой этой самой от Зеленского, ну фигурально выражаясь, естественно, словами, он сразу стал заранее, оправдался, объяснил, что свое прошлое заявление по поводу того, что в Украине будет только один шанс на большое наступление, он объяснил, нет, нет, что вы имеете в виду, я имел в виду, что в этом году будет один шанс на большое наступление, так-то, пожалуйста, понятно, что конца пока не освободить все территории, наступайте, все будем вам давать, оружие, все, что вам надо. Но в этом году уже один шанс, ну просто и время заканчивается. Логично, сказал Зеленский. Ну что ж, принимается. Я думаю, что к тому моменту, как вы смотрите это видео, вы уже знаете, как выступил Зеленский в Турции, я не знаю. Ну, я думаю, что вам, да, вы сейчас знаете больше меня, поэтому что сделать, что я могу вам предложить по поводу Турции? Ну не знаю, поставьте лайк, что ли, или наоборот, подпишитесь лучше на канал Штульман. Как вы знаете, мне нужно на этой неделе попытаться получить 200 тысяч подписчиков, поэтому я прошу вас, вот сейчас 195-е уже заканчивается, 1000, и вообще у каждого из вас появится шанс сказать, я был в первых 200 тысячах. Когда у меня будет 2 миллиона, понимаете, а вы скажете, я был в первых 200 тысячах. Вот как-то девушка, когда пришла ко мне на съемки и сказала, что она была в первые тысячи. Вот скоро человек, который был в первых 200 тысячах подписчиков канала Штульман, тоже станет легендой. У нас здесь банда, такая банда, и у нас тут как бы старослужащие, это одно, те, кто новые подтянулись, это другое. Кажется, ты сейчас подпишешься, станешь 200 тысячным подписчиком канала Штульман, и все будут говорить, у тебя пальцы будут новенькие, новенькие, новенькие. Но пройдет год, станет миллион, и все будут говорить, ветеран, он здесь, с основания практически Канал Штельман был 200 тысячным подписчиком. Поэтому подписывайтесь, пока наш президент в Турции решает за нас вопросы. Кстати, про Турцию, заканчивая эту историю, похоже, к визиту президента Украины в Турцию Турция подготовилась. И вроде бы, согласно сообщениям всякой турецкой прессы, к нам приедет, к нам приедет, пусть пока не Эрдоган, но самоходные артиллерийские установки турецкие к нам приедут. Турция решила нам их поставить. Турция уже поставляла Байрактары, бронетранспортеры, поэтому не смейте говорить, что Турция союзник России. Турция собралась поставить самоходные артиллерийские установки, достаточно уникальные тем, что они в три раза скоро стрельнее, чем те стандартные самоходные артиллерийские установки, которые у нас сегодня есть. Так что артиллерия, в которой у нас уже постепенно намечается преимущество, вот как бы наращиваем эту мощность благодаря туркам, а стреляют они тем же калибром, что и стандартные натовские 155 мм. Так что коалиция снарядов вполне будет работать теперь и на турецкие САУ. Поспешили мы хоронить Пригожина, стали рассуждать о том, кто следующий устроит восстание в Российской Федерации, а Пригожин, похоже, совершенно не хочет заканчиваться. Ну, как вы уже давно знаете, тут уже тысячу раз обсосали за эту неделю, как ему вернули эти пресловутые 10 млрд рублей, а ниже 110 млн долларов, 2 тонны денег, 2000 кг денег, золотые слитки, минные пистолеты, кокаин, все вернули. Все вернули Пригожину. Китель торжественный с родинами разных стран вернули тоже. Но, похоже, этим все не заканчивается. Пункт первый. Вчера Лукашенко выступал перед так называемыми западными журналистами, не знаю, откуда в Минске берутся западные до сих пор журналисты, и рассказал, что оказывается, нет, нет, что в Беларуси нет никакого Пригожина, никакого Чевакова-Вагнера тоже нет. Чевакова-Вагнер находится в своих лагерях, то есть на территории Украины, в ДНР, ЛНР. Сам Пригожин говорит, в Москве, Петербурге, где-то там в России. Опаньки. То есть прав был водитель повара Путина, который забирал 110 миллионов долларов, ну просто потому, что некого было больше отдать. Отдали водителю повара 110 миллионов долларов, сказав, что ну сейчас Пригожин сам не может подъехать, он на важных встречах в Москве. Что у него за важные встречи в Москве? Уж не в ресторане ли Пушкин у него были какие-нибудь переговоры? И не с Кирогазом ли он туда пришел, вернее, с Примусом, извините? Ну а что, подумаешь, ну всего-то навсего, владелец Чевакова-Вагнер, повар, понимаешь, сижу, подчиняю Примус. И вообще повар, ресторан, все как бы соединяется. Переговоры зашли и туда, а кувалды под рукой не было. Помните, ведь у него в доме, который фотографии разместили все российские СМИ, кувалда с надписью для тяжелых переговоров. Ну тут переговоры были тяжелые, кувалды не было, но нашелся Примус. И кафе Пушкин пошло вслед за Грибоедовым или вслед за русским кораблем, как вам будет угодно. Короче, Пригожин совсем совершенно не хочет заканчиваться. Армия у него по-прежнему есть, деньги у него по-прежнему есть, кокаин у него по-прежнему есть. А из Центральной Африканской Республики, четыре ордена, которые были обнаружены у него на знаменитом Кителе, вчера прилетели несколько бортов самолетов с военными с ЧВК Вагнер. То есть ЧВК Вагнер, подразделение ЧВК Вагнера Центральной Африканской Республики, вчера поднялись в воздух и полетели в Москву, в город Герой Москвы. Как рассказывают об этом российские СМИ, он, дескать, как говорит, все правильно, потому что провели переговоры с Центральной Африканской Республикой, с ее руководством. Оно сказало, что нам все равно, когда они цитировали, нам все равно это будет Вагнер, Моцарт или Бетховит. Какая разница, какие подразделения. И Министерство обороны решило заменить ЧВК Вагнер на другие свои подразделения. Туда они приедут в Центральную Африканскую Республику, все будет хорошо. Но почему тогда головорезы Вагнера из Центральной Африканской Республики, это те самые, которые убивали там, прямо скажем, многих, да? Почему они полетели именно в Москву? Не в Ростов, а в Москву. Уж не формируется ли в Москве новое подразделение для нового великого броска? Только теперь уже ехать не придется от Ростова 900 километров. Вот она, вот она, Москва. Прилетели из Центральной Африканской Республики. По разным слухам, ну это, конечно, слухи, но давайте так. Да, это слухи. По разным слухам, в каких-то вопросах требования Пригожно не выполнены российской властью. Готов я в это поверить? Ну, может быть, я не знаю, какие были требования. Но смотрите, он в Беларусь не ушел, армия его в Беларусь не ушла. Значит, он по-прежнему держит в напряжении центральную власть и никуда не рассасывается, и не самоликвидируется, и обещает какие-то новые победы. Поэтому, если раньше я говорил, что вторая серия будет просто проведена кем-то другим, а не Пригожином, то сейчас мне все больше кажется, что а почему бы и нет, а почему бы не снова Пригожин? Смешно, скажете, помните, как это? История сначала повторяется в виде трагедии, а потом в виде фарса. Помните такую фразу, да? Но в случае с Пригожинским мятежом первая часть была фарса, а вот вторая может оказаться уже чем-то гораздо более серьезным. Тогда мы посмотрим. И тогда Пригожин будет решать, кто заслужил свет, а кто заслужил покой. А россияне, у которых сгорело фальшивое здание ресторана «Пушкин», продолжают устраивать другие фальшивки. Ну, самое время взять вот эти, конфисковать парики Пригожином, потому что они могли бы притворяться какими-то государственными деятелями, чем они, собственно, и занимаются без всяких париков. Американское телевидение NBC, по-моему, сообщило, что в США, в Вашингтоне, по-моему, в Нью-Йорке, не вспомню, сейчас прошли важнейшие переговоры. Да, наверное, в Нью-Йорке, потому что там штаб-квартира он. Прошли важнейшие переговоры Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Последний раз, когда он приезжал на какое-то мероприятие в ООН, с американскими очень важными политиками. И, как сообщило NBC, это были переговоры, которые должны были заложить основу для предстоящих переговоров. И что Белый дом был об этом извещен. Ну, казалось бы, да, прям ничего себе, оказывается, переговоры между Россией и США. И, оказывается, они готовили какую-то почву, и, оказывается, Белый дом извещен. Ну, я сразу, конечно, все увидел. Ну, ладно я, я же политтехнолог, я все понимаю. Я сразу все понимаю, что россияне пытаются какую-то встречу, которую они организовали, действительно, встречу какую-то, частную, частную, встречу с частными лицами, Лавров кофе попил с частными лицами, выдать за государственные переговоры. Когда они говорят, Белый дом был извещен, это в смысле мы берем, мы с вами встретимся, например, да, вот скажете, Шетельман встречался со мной, а дальше Шетельман берет, или вы берете, пишете на компьютере. Я встретился с Шетельманом, я обсудил перспективы, значит, мирного, там, не знаю, урегулирования между Сербией и Косово. И посылаете это письмо в адрес Белый дом на деревне дедушки Байдена. Ну, адрес на сайте найдете, по мейлу. Белый дом извещен? Извещен. Переговоры наши с вами прошли о регулировании между Сербией и Косово? Прошли, мы же разговаривали, разговаривали. Белый дом извещен? Извещен. Что не так? А, и напишите там, мы заложили, решили заложить основу будущих политических переговоров. Вот именно в таком духе, именно так это делают россияне. В буквальном смысле так. В буквальном смысле. Если вы посмотрите на список, мне сейчас, честно, лень зачитывается. Я вот его читал сто раз. Если вы посмотрите на список, кто был с американской стороны, эксперт в области этого, эксперт в области этого, профессор такого-то университета, профессор за гонорар придет вам на любую встречу, платите гонорару, придет, а почему нет, встреча, почасовая оплата профессора. Эксперт, ну все мы эксперты. У него что, удостоверение, что он эксперт? Его что, выбрали эксперт, назначили? Он просто эксперт, эксперт. И так Лавров встретился с какими-то экспертами и с каким-то профессором, и все это выдается за государственные переговоры. То есть фейк, ну просто в духе вот фальшивая Россия. У них партию надо сделать, фальшивая Россия. Что у них единая Россия? Пусть будет партия фальшивая Россия. И в париках от Пригожина, пускай они все сидят такие, пригожевские парики надели, и вот у них, кстати, парик тоже надели, да, не надели. Пригожевские парики надели, сидит такой президиум партии фальшивая Россия. А других партий не надо, она точно победит на выборах, потому что у них все фальшивое, у них прям штаб-квартира в кафе Пушкин, сгоревшем будет теперь. Вот это будет партия фальшивая Россия. Даже такие же фальшивые переговоры. Да, подробности мне оттуда прислали прямо из Вашингтона. Подробности в том, что организовывал эту встречу организация, на которой работает Киссинджер. То есть вот Киссинджер, который периодически публикует всякие фейки, мирные планы, где пишет, сколько процентов территории хорошо бы, чтобы Украина добровольно подарила России. Вот Киссинджер же организовывал эту встречу. Киссинджер не скрывает, что это его работа. Это его работа, он за гонорар это делает. Только россияне потом это выдают за переговоры. Поэтому всем быть осторожными, если вам позвонит Лавров или кто-нибудь еще из Министерства иностранных дел России, или вообще какой-нибудь российский политик. Просто вам случайно наберут вас, да, и скажут, а мы из Министерства иностранных дел. Не разговаривайте с ними, они потом выдадут это за переговоры. Они потом отчитаются в Белый дом, что они с вами разговаривали, выдадут это за переговоры. Поэтому, пожалуйста, не делайте ошибок, не повторяйте ошибок этих американских экспертов, не вступайте ни в какие переговоры. Вообще, и детей предупредите, что если вот ваш ребенок гуляет по улице, а к нему подходит Лавров и говорит, давай мы с тобой обсудим будущее, значит, украинно-российских отношений, то пусть сразу зовет дядю по полицейскому, да, скажет, это Лавров, это министр иностранных дел, он сейчас специально со мной пытается разговаривать, чтобы потом выдать это за международные переговоры. Да, поэтому детей предупредите, если к ним Лавров подходит, и такие непристойные предложения делает, как обсудить будущее российско-украинских предложений, ваши дети должны знать, что никогда не разговаривайте с незнакомыми министрами иностранных дел Российской Федерации на улице. Ну что, пришло нам время прощаться, но пока вы ставите лайки, пока вы на прощание подписываетесь на канал Шапельман, я не могу пройти мимо одной темы, которую я не смогу завтра осветить. Завтра пятисотый день войны. Пятисотый день войны. Пятисотый день войны. Пятьсот дней. На сто дней я еще писал поэму, где у меня было сто строчек, каждая была посвящена к одному из дней войны. Если захотите, найдите ее где-нибудь, там она гуляет по интернету, могу прочитать вам ее в воскресенье. В воскресенье, как всегда, в 19.00 будет Шапельман, господи, будет комендантский час, 19.00, прямой эфир. Ну вот, ну там, может быть, отметим эти пятьсот, пятьсот дней. Думал, я может написать поэму из пятиста строчек, но я подумал, я устану писать, вы устанете слушать. Уже война наша слишком длинная, чтобы на каждый день писать какие-то мемуары, но у меня, по крайней мере, не получится. И завтра у нас пятьсот дней войны, а завтра как раз суббота, когда у меня нет выпуска Шапельман за сегодня. Если ничего экстраординарного не произойдет, то я какой-то день пропускаю как раз. И, тем не менее, что такое пятьсот дней для меня, заранее так скажу. Для меня словосочетание пятьсот дней полностью ассоциируется с одной вещью, с программой пятьсот дней. Это была такая программа, кто помнит, опять-таки, кто жил в Советском Союзе в позднем, тот, может быть, помнит. Была программа перехода плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. Называлась программа пятьсот дней. Авторов у нее было двое. Ну, как, вернее, авторов было много, кстати говоря. Там было среди авторов, например, ну, из известных людей, это был Алексашенко, который сейчас часто выступает на этот рынок. Но это один из. Но главными авторами были Станислав Шаталин и Явлинский. Явлинского вы прекрасно сейчас знаете. Шаталин уже умер давно. Ну, вот не помню, кто он был там, ученый какой-то, экономист. Вот. А Явлинский до сих пор не просто жив, а до сих пор продолжает работать на путинский режим. И пытается доказать, что надо прямо сейчас остановиться, значит, срочно прекратить огонь и только потом уже вести переговоры. То есть пытается закрепить россиян на оккупированных территориях. Но тогда это была создана программа. Пятьсот дней. Она была создана не просто так, она была создана прямо с участием правительства Советского Союза. То есть там рабочая группа была образована по решению Горбачева и Ельцина совместного. Горбачев и Ельцин совместно решили, что была такая рабочая группа, которая будет писать программу пятьсот дней. Там были подключены Совет Министров СССР, Верховный Совет, там всякие Госпланы, Сбербанки. Вот все-все-все. Вся эта братья, значит, писала эту программу пятьсот дней. Согласно этой программе пятьсот дней, в этой программе пятьсот дней переход от плановой экономики к рыночной было четыре этапа. Сто дней это приватизация жилья, мелких предприятий и создание Федеральной резервной системы. Он будет смеяться, да, на базе Госбанка СССР. Второй этап это либерализация цен, которой давалось сто пятьдесят дней. Третий этап сто пятьдесят дней стабилизация рынка. И четвертый этап сто дней начала экономического подъема. Вот так вот, пятьсот дней. Единственное, что случилось из того, что было запланировано, это то, что пятьсот дней прошли, как шутил тогда КВН. То есть в этом смысле программа была выполнена. И вот сегодня мы пятьсот дней воюем. То есть тогда Советский Союз, вторая реально экономика мира. Третья по населению страна в мире. Центр действительно, ну один из двух мировых центров двуполярного мира. То есть серьезная страна планировала, отвела себе пятьсот дней, всерьез, отвела себе пятьсот дней, чтобы перейти от плановой экономики к свободным рыночным отношениям. А сегодня Россия, девятая экономика мира, конечно, прямо скажем, девятая или десятая по населению страна в мире, нет, девятая по населению, да, или одиннадцатая по экономике, нет, одиннадцатая экономика мира, девятая страна по населению, потратила пятьсот дней на то, чтобы взять Бахмут, но застряла под Авдеевкой. Другие масштабы, согласитесь. Ну, какой масштаб державы, такой масштаб планов и действий. Да, и вообще Явлинский тогда занимался попыткой поменять экономику с плановой на рыночную огромной страны, а сегодня Явлинский пытается по заказу Кремля уговорить Украину отказаться от Бердянска в пользу Российской Федерации. Досадно, как нынче величают поэты, да, беднеет какой-то там парнас. Вот так вот. С прискорбием мы узнаем из газеты Явлинский нас таранас. Да, вот такая история про 500 дней. Ну, и итого, вот только этим программой 500 дней я могу отметить такой наш юбилей. Ну, и еще тем, что 500-й на нынешнем языке современной российской военной мысли, вот есть 200-й это убитый, 300-й раненый, вы слышали, а 500-й это дезертир. Поэтому на 500 дней мы пожелаем всем российским военным одного. Станьте 500-й. В честь 500-го дня каждый российский военный имеет шанс стать 500-й. Это спасет его жизнь. Честь России тоже не спасет, потому что ее просто нет, но это спасет его жизнь, спасет жизни многих украинцев, избавит нас от продолжения этой ужасной войны, избавит нас от необходимости когда-нибудь отмечать тысячный день этой войны. Давайте, может, остановимся на этой пятой сотне. Ну, а канал Шатульман никогда не остановится, особенно пока не наберет 200 тысяч подписчиков. Подписывайтесь. Все, прощаюсь. Увидимся. Да, если вы подпишетесь, еще поставьте колокольчик, чтобы не пропустить в воскресенье в 19.00 по Киеву в комендантский час. Все, пока-пока.